Первое правило бизнеса – это десятины. Помните, мы живем в этом мире, и мы пользуемся теми благами, которые дает Господь. Если человек думает, что он чем-то владеет, он ошибается. Человек пользуется. Бог владеет всем, но Он дает человеку в пользование, пожизненное пользование и так далее. Потому что все нам не принадлежит. И то, что мы зарабатываем, это мы зарабатываем не для себя, это принадлежит Богу. И Бог требует от нас определенной части. Слава Богу, Он не требует от нас сильно много. Правда? Мы говорили, что есть разные десятины, потом есть что еще? Трума, да, приношение. Это примерно 1,5 по еврейской традиции, но можно больше. И еще Бекурим, первинки, да, это мы сказали относительно десятины. Второе, мы говорили, что десятины – это условие благословения нашего. Мы говорили, что Яков заключил с Богом договор, и этот договор был… Яков давал десятую часть имущества, да? Кстати, он свои десятины сумел заплатить только через 20 лет. Это мне напоминает одного разведчика, если, может, читали такой фильм. Был и книга «Рекламное бюро пана Кочка». Он жил в Северо-Словакии 20 лет, так сказать, в тылу врага, и через 20 лет он приехал, он стал преуспевающим бизнесменом, а через 20 лет, во всякой части войны, 50 каком-то, он приехал в Москву и привез чемодан денег, потому что он был бизнесменом, и он откладывал десятую часть на партийные взносы. Тем более, да, мы должны это делать, как верующие люди. Я говорил, что запрещает закон взимать, то есть, любым способом насильственно взимать либо часть нашего имущества, да, майна, помните, мы говорили, либо часть нашего дохода, но добровольно сдавать разрешается, правильно? И это является нашей святой обязанностью или не является? Я тоже думаю. И я говорю, что это одно из условий Божьих благословений. Божье благословение Иаков получил в шести областях, мы разбирали об этом подробно, да, в том числе и в бизнесе своем. И благословение Божье идет не только в том, что мы имеем доход, но и в том, что Бог запрещает всем пожирающим, а их очень много, но от нас отрывать то, что мы имеем. Видите, Украина – богатая страна. Кстати, социологи прогнозируют, в Европе скоро голод наступит, да, из-за недостатка продовольствия. В первую очередь голод охватит Англию. В Англии, кстати, вы знаете, климат сейчас резко изменился, и даже возникли такие катастрофы, которых Англии вообще никогда не было. И Европа большое внимание уделяет сейчас Украине, считая, что Казахстан и Украина будут кормить Европу. Да. Вообще Казахстан и Украина, они как-то, у них сходная судьба. Вы знаете, что после развала Советского Союза государство с самым большим ядерным потенциалом в мире – это кто было? Казахстан и Украина. Украина, потом Казахстан, потом Россия, потом Китай, потом Соединенные Штаты Америки с ядерным потенциалом. И Украина, и Казахстан, они отказались от своего ядерного потенциала. Кстати, я получил в интернете такие сообщения, что Лукашенко или Лукашевич, я все время путаю, в Белоруссии он разрешил поставить ядерные боеголовки. Вот, да. Потому что Украина, она традиционно кормила Европу. Через Таганрог был вывоз хлеба. Гарибальди, который был знаменитый, помните? Гарибальди, революционер, он был моряком. И он ездил в Одессу на своих кораблях. Он был сначала шкипером, потом был владельцем судна. И он ездил за хлебом. И в то время кормила Украина всю Европу. И сейчас она будет кормить. Но что для этого нужно? Чтобы наша земля вместо проклятия имела благословение. Вы знаете, что Украина это земля, которая находится под проклятием. И даже если мы собираем, то очень много растаскивающих. И захода нет. Если Бог благословит землю Украины, это будет богатейшая страна. То же касается Казахстана. Вы помните Целина, да? Там действительно большие запасы хлеба. И возможно действительно кормить Европу. То есть от нас зависит, будет ли наша страна благословлена или не будет наша страна благословлена. И это очень важно. Поэтому не только то, что мы получим, но и то, что мы сбережем от всяких на нас, как говорится, пожирателей, нападающих. Хорошо. И мы говорили, что это не есть какой-то там, ну, с Богом. Как будто мы заключаем сделку с Богом. Мы Бога берем партнеры. Согласно еврейской традиции, вот по этому второму правилу, да? Бизнеса. Мы Бога берем партнеры. Хорошо иметь такого Бога? Бог сказал, сколько мы должны Ему давать, да? И еще очень важный принцип мы говорили, что десятину дают кому? Богу. А кто получает? Люди получают. Почему? Потому что Бог так сказал, да? Хорошо. И десятина не заменяется приношениями, сдакой, то есть помощью кому-либо или добрыми делами. Это будет совершенно отдельная область, о которой мы будем сегодня говорить. Хорошо. Из чего дается десятина? Сказано, чти Господа от прибытка твоего, да? И от имения твоего. То есть, десятина дается от чего? От дохода, да? От дохода, от прибыли, которую мы имеем. Ну, я так понимаю, от прибытка твоего, это имеется в виду от зарплаты, от того, что ты торгуешь. А имение, я понимаю, под словом недвижимость, да? Если мы, допустим, продаем недвижимость, то мы тоже должны давать десятину. Да. Сейчас, подождите. Не перебивайте, все, перезапись идет. И вот мы когда-то с Ременом Александром тоже разговаривали. Молодежь говорила, что с карманных денег мы учим детей давать десятину. Я сказал, что это неправильно. С карманных денег хорошо давать их, да? Ну, это не десятина называется, а что? Да, это просто дзнака, да? Это то наше добровольное. Но десятина мы не можем сдавать с карманных денег, потому что мы их не заработали. Если нам дает папа или мама, да, на что-то, мы можем ими распоряжаться, но это деньги не нами заработанные. Но если ребенок продает газеты, например, да, или занимается какими-то делами, там, моет машины или что-то еще и получает за это деньги, он должен сдавать десятину? Обязательно, он обязательно должен сдавать десятину. И я считаю, что из первой зарплаты надо сдать еще больше, правда? Дальше. Что не является десятиной? Некоторые пугаются. Вот мне подарили машину, и я должен с этой машины сдать десятую часть. А я бедный. Что же мне продавать эту машину? А если мне подарили дом, значит, подарки, они являются прибытком? Нет. Это не от имения твоего, и они прибытка твоего. Это ты не заработал, да? Это тебе подарили. Ну, я лично поступаю так. Если мне кто-то дает какие-то деньги, да, вот, если мне, это опять-таки моя личная галаха, если мне просто так дают деньги, да, вот на тебе, я думаю, что так, это Бог мне дал, да, значит, я даю десятую часть. Ну, если дают, так, вот это тебе на транспорт, или вот это тебе на новый костюм, это тебе на новое пальто, значит, вы не имеете права с этого давать десятину, и не имеете права тратить на что-то другое, да? Если тебе дают на пальто, ты можешь сказать, извините, я понимаю, мне пальто нужно, но можно я использую эти деньги там на что-то другое, ну, например, покушать, да, или жене что-то купить. Вы знаете, какой принцип? Значит, человек должен тратить на жену сколько? Больше, чем ему позволяет обстоятельство. На детей столько, сколько позволяет обстоятельство, да? На себя меньше, чем позволяет обстоятельство. Такое вот правило. Хорошо. Еще десятина не сдается с некоторых вещей. Есть заповедь второзакония, 23 глава, 18 стих. Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа Бога твоего. Ни по какому обету, ибо это, и то, и другое, есть мерзость перед Господом Богом твоим. Ну, вы сами понимаете, что блуд – это такой бизнес, который Бог не поддерживает, да? С другой стороны, слово «блудница», оно имеет два смысла. Это, в данном случае, это не имеется в виду прелюбодейца, да? То есть, женщина, которая занимается прелюбодеянием, и ей там подарил любовник, допустим, жучужное колье. Или ей там любовник дал 100 долларов. Здесь имеется в виду женщина, которая занимается этим постоянно. То есть, проститутка, да? Проститутка. Но она не должна давать десятиды. Другой смысл блудницы имеется в виду, что… Так, Бог разрешает Торе проституцию? Как вынужденная мера, она не запрещена, да? Не запрещена Торе, и даже есть такие законы, которые охраняют проституток. Она не поощряется. Помните, мы говорили? Но были случаи, когда не могли содержать родителей, например, дочку. Или женщина оставалась без мужа, и вынуждена была этим заниматься. Ее не побивали камнями, да? Но она с этой десятины не имела никакого благословения. И не имела права сдавать эту десятину никуда. Со своего бизнеса. Хорошо. И второе, если говорить о блуднице, то это имеется в виду женщина, которая служит в храмах. Помните, в те времена была храмовая проституция? Если такая женщина каким-либо способом хотела служить и Богу, и в храме идола, а в Израиле такие случаи, как вы знаете, были, да? То на это тоже заложит категорически запрет. Значит, она блудница, и цены пса в дом Господа Бога твоего, ни по какому обету. Ибо и то, и другое есть мерзость перед Господом Богом твоим. Здесь не употреблено слово сахар, зарплата, да? А здесь употреблено слово э-ти-нан. Алиф, тав, нун и нун-сафит. Э-ти-нан. Переводится плата или дар блудницы или идолослужителю. Потому что во многих случаях храмовая проституция приравняется к блуду, вы знаете. Что касается псов, ну, я думаю, дело не в том, что кто-то разводит и продает собак. А в еврейском менталитете почему-то именно собака, а не свинья даже. Свинья тоже нечистое животное, но самое нечистое животное, которое упоминается в Торе, это кто? Собака. Является символом самого нечистого животного. Хорошо. Может ли сдавать десятину неверующих? Может. Может. Если он делает это из уважения к Богу и так далее. Ну, если он приносит это в синагогу или в храм, вы должны объяснить, что это не есть плата за его грехи. Потому что некоторые думают, что он построит храм, да, и говорят, есть такой храм на крови. То есть за деньги, которые были на убийстве, да, или на чем-то. Вы знаете, что весь бизнес американский основывается на пиратах. На тех самых корсарах, буконьерах и так далее, которые были и грабили испанцев. Ну, смотрели фильмы, да. Среди них, кстати, были пираты и евреи. Но это было первичное накопление капитала. И на этих нечистивых деньгах строился бизнес. Сейчас, конечно, есть люди, которые занимаются правильным бизнесом в Америке. Есть, которые неправильно делают. Но вот если, имеется в виду, деньги приобретены нечестным путем, то есть обманом, да. Если деньги приобретены путем грабежа, насилия, то они приравнятся к цене пса. Потому что это нечистые деньги. И такие, если даже человек сдает, то десятина не принимается. Если же неверующий сдает десятину просто от своей прибыли, для того, чтобы почитать Господа, хорошо, пожалуйста. Возможно, его Бог тоже благословит. Но есть благословение для детей Божьих, да. И есть благословение для тех, кто под столом. И подобирает крохи. Если он хочет иметь подлинное благословение Божие и быть Божьим бизнесменом, естественно, он должен принять Ишуа, Мессию, как своего Спасителя. Но я не думаю, что Бог будет отказываться от благословения этому человеку. Итак, десятина – это закон. И это не зависит от нашего настроения и каких-либо других обстоятельств. И когда человек приносил приношение десятины, помните, он говорил, я не брал от этого в день своей скорби. Потому что если кто-то откладывает десятину, а потом вдруг что-то случилось, голод или что-то другое, и он что? Берет с этой десятины. Он не должен брать. Этой десятины уже у него не существует. Либо он должен голодать, просить у Бога, чтобы тот ему дал я верю, что Господь даст. Либо можно брать взаймы, но только, естественно, мудро этим распоряжаться, а не так, чтобы эти взаймы разоряли тебя. И мы говорили, что есть десятина левита и бедных. И все эти десятины не сразданы храмовым служением. Потому что десятины нет заповеди приносить именно в храм. А приносить что? На место, которое назначен Господь. А мы знаем, что сейчас есть другие места, которые назначил Господь, кроме храма. Итак, первое, это правило, обязательность десятины. Второе, десятина, как партнерство с Богом. Третье, что у вас должно быть, благотворительность. Благотворительность. Вы знаете, что прежде чем пожать, нужно посеять. У нас мы там пишем, хорошо поем, чтобы нивы побелели, жатвы полные созрели. Ну, ладно. Может и так. Я вам скажу, когда обстановка была в Израиле, она была совершенно другой, когда я потом говорил Ишово. Кстати, это не полностью его фраза. Это он тоже цитирует устную тору. В Талмуде эта фраза звучит так. Жатвы много, а делателей мало. Работы много, но работники ленивы, и день короток, и время торопит. Это изречение приписывается Рабе Тарфону. Ишово цитирует, и причем он цитирует только первую половину. Понимая, что люди должны это уже знать. Когда Ишово приходил, тогда была какая обстановка в Израиле? Люди, во-первых, они в основном в Израиле все знали тору, да? Потому что бесплатное образование, начальное бесплатное образование с 200 года до нашей эры. Оно существовало и существует постоянно, не прерывалась эта традиция у евреев. Поэтому евреи всегда были образованным народом. Евреи с пяти лет занимались, где-то с пяти, первое от начального образования, до десяти лет. Знаете, что они делали? Они заучивали тору наизусть. Они все эти законы не записывали в конспект, а потом не могли разобрать свой почерк. У них вся тора была в голове. Почему? Потому что евреям не всегда были условия для того, чтобы читать тору, правда? Но знать тора они были просто обязаны. Позже они уже переходили и начинали учить Талмуд. Но тору все знали. И тогда все знали Ишуа Мессии. И только все ждали Мессию, вообще Мессию, да? Как спасители. Раби – это Мессия или нет? Раби – это учитель. Возможно, этот вопрос на тесте у вас будет. Ах, сразу все закреплены. Слушайте, я вам все отвечу вопросу на тесте. Интересно вам писать будет. Хорошо. Все ждали спасителей, сбывителей Мессии. И нужно было им сказать совсем немного, что Ишуа и есть тот самый Мессия. Вот поэтому у них были уже готовые к жатве сердца. Да? А у нас, прежде чем посеять, все пожать, надо посеять. А еще прежде чем посеять, если в еврейском сердце, надо что делать? Камни убивать. Камни убивать. Так что вы понимаете, что это правило не на все времена. Но то, что работники должны для этого быть, это действительно правило. И то, что мы ленивые работники, мы такие ленивые работники. Кто из вас скажет, что он самый трудолюбивый работник на Божьей Ниле? Правда? Ну, такое качество природы. Я тоже очень ленивый человек. Просто я, как говорится, уже так, привычка у меня вошла. У меня так, или чувство долга, или привычка. Это самые мои основные мотивы действий. И остальное все так. Я вот даже, понимаете, я рационалист, в общем-то. Понимаете, я не мистик. Вот как Рамбам. Я знаю, что Бог объективная реальность. И я знаю, что Божьи законы, они объективно существуют. И они действенны. А когда меня спрашивают, а какие там ангелы бывают? А что там такое? А что там на том свете будет? Я, не знаю, увидим, когда туда попадем. Правда? Я знаю, что с Богом хорошо, а без Бога будет плохо. Вот. А что там будет дальше в подробностях? Это мы будем дальше посмотреть. И второе правило, и третье правило, как мы говорили, благотворительность. Значит, если мы говорим по отношению к бизнесу, прежде чем сжать, нужно посеять. Прежде чем получить доход, нужно уложить капитал. Вы знаете, что для того, чтобы получить доход, каждый бизнесмен сначала должен иметь какие-то деньги. Потом, если у него этого капитала нет, ну, может, какие-то там рэкетирские, нехорошие вещи он будет делать. Но по нормальному бизнесу это не проходит. И самое, какое лучшее вложение капитала? Дзнака и добрые дела. Самое лучшее вложение капитала – это дзнака и добрые дела. Помните, мы цитировали? На трех вещах стоит мир на торе, на служении и на добрых делах. Это Перкей-эвот. Если обеднеет брат твой и придет в упадок, то поддержи его. Вайкра, Левит, 25, дробь 35. Дворим, 15 глава, 11 стих. Раскрой руку брату своему. Ишая. 1, дробь 27. Цион искупится правосудием, а раскаившиеся его благотворительностью. Бава-Батра – это часть Талмуда. Есть три части Талмуда, которые касаются юридических законов. Есть большие ворота, малые ворота и средние ворота. Бава – это означает ворота. И там рассказываются как раз все законы бизнеса. Вот в одной из этих книг. И говорится, что благотворительность, как все заповеди, вместе взятые. Перкей-эвот говорит. Пусть двери дома твоего будут широко распахнуты и будут бедные домочадцами у тебя. Шмот, исход, 22 глава, 21-23 стих. И вдову, и сироту не притесняйте. Если притеснением притеснять будешь ты его, то тогда воплем воззапит он мне. Есть такой усиливающий инфинитив, такая форма. Слухом слышать, воплем вопить. В данном случае, если сильно, это означает сильное действие. Если притеснение притеснять, если сильно будешь притеснять, то тогда он сильно воззапит, воплем воззапит ко мне. Слухом услышу, значит, я точно обязательно услышу. Значит, слышать и слушать – это один глухол. Смотреть и видеть – это один глухол. Если я слышу, слушаю, то я слышу. Но тут сказано, что обязательно я услышу. Можно на современный иврит перевести, что обязательно, безусловно, я услышу вопль его. И разгорится гнев мой, и убью вас мечом, и станут жены ваши вдовами, а сыновья ваши сиротами. Дворим, второзаконие, 27 глава, 19 стих. Проклят, извращающий суд пришельца, сироты и вдовы. Там, помните, благосостояние и проклятие. И весь народ сказал, что? Амин, да? Ишае, Ишае, 1,17. Требуйте суда, рассуждайте сироту, защищайте вдову. Санхидрид, тактат, такое Талмуда, 19, ну, дробь 19. Всякому, кто растит дома сироту, Писание засчитывает это, как если бы он его родил. Видите, какие серьезные вещи, да? Итак, основой, что является? Хесед. Хесед – это милость или милосердие. Хесед. Хед – самых, да? Далет. Хесед. Вот, что говорит еврейская мудрость о Хеседе. Место, где люди не готовы жалеть друг друга и где не проявляет милосердие и не оказывает помощь слабым, сиротам, вдовам и бедным, такое место, в конце концов, будет разрушено. Мы учим это из примера Содома, который был разрушен из-за жестокости его жителей. Помните? В Содоме, существовала традиция, ни в коем случае не пускать постояльцев на ночь. А если кто-то постояльцев пускал на ночь, то приходил весь город и начиналась большая буча, да? Кстати, колено Вениамина то же самое совершило однажды. И практически было все истреблено, за исключением нескольких человек. Тора заповедовала нам быть милосердным к людям. Есть много заповедей, обязывающих нас быть милостивыми, бедным, сиротам, вдовам, пришедцам, рабам. Есть подарки бедным, возвращение залога, суда. То есть тот, кто выполняет заповеди Торы, он научается быть милосердным к людям. И если мы милосердны к людям, то что? Бог милосерден к нам. Общество и мир не могут существовать без милосердия. Место, в котором нет милосердия, будет в конце концов разрушено. Человек должен давать бедным возможность принять участие в своей радости. И именно в день праздника человек обязан помнить о бедных. Чувство милосердия из сердца каждого человека. Даже у злодеев есть это качество. И иногда сострадание побеждает жестокость. У кого мы учимся милосердию? У самого Господа. Господь сотворил мир с помощью меры милосердия. Господь милосердит даже злодеям. И Ишуа, который отдал свою жизнь для всех нас. Тот, кто делает доброе дело, получает награду. И нас милосердным тоже смилостивится. Но есть случаи, когда нельзя быть милостивым. Нельзя жалеть злодеев, если они не сходят с дурного пути. Саул, пример Саула. Он проявил милосердие к царю Амалека. Агаху. И помните, что родилось в конце концов, да? Да, страшный такой человек Аман. Аман. И решаются Шауль и народ над врагом. Это книга Самуила. Первая книга, 15 глава, 9 стих. И сказал Раби Шиман бен Лакиш. Всякий, кто проявляет милосердие в случае, когда нужно быть жестоким, в конце концов, проявляет жестокость, когда нужно быть милосердным. Как Шауль, который пощадил Амалека и в конце концов перебил целый город священников. Потому что сказано, и новый город священников поразил мечом. Это первая Самуила, 22.19. Неужели Нов не достоин милосердия, хотя бы как потомство Амалека? Говорит Медраж Раба Кагалет. Не делай добра злодею, и ты не увидишь зла. Медраж Раба. Вайкра, 22. Это к 22 главе Левитов. Комментарий. Не делай добра злодею, и ты не увидишь зла. То есть, вы понимаете, что есть возможность быть добрым, а можно быть добреньким. Да? Кстати, вот меня спрашивали насчет тайной исповеди. Тайной исповеди вовсе не означает, что в тайне будут сохранены все ваши грехи. Да? Тайной исповеди означает, что ваше личное, интимное должно быть сохранено. Но если к вам кто-то приходит и говорит, я там убил 10 человек, или я собираюсь убить свою жену, или там свою тещу. Да? Правда? Вы должны сказать, что такие вещи, ну вы заранее должны предупредить, что есть такие вещи, на которые тайной исповеди не распространяется. Потому что злодей, он будет продолжать свои злодейства. Да? Вот. Злодея накормишь, напоишь. Были такие случаи. Вот я знаю одного человека из церкви, который бездомного напоил, накормил, привел к себе дом. А потом тот взял его и убил. Да? Надо быть мудрым. Надо быть мудрым в этих отношениях. Если злодей продолжает делать злодейство, вы просто обязаны это остановить. Любим путем. Любим путем. И даже если, допустим, преступник совершил преступление, и вы можете его простить, но вы можете поступить и по-другому. Вы сообщаете в милицию, милиция его везет, и потом он кается в тюрьме. У некоторых людей это единственный способ. Потому что если продолжать ему творить беззаконие, то вряд ли он покается. И потом он может совершить такие страшные преступления, после которых покаяние будет еще более затруднительным. Правда? Тот, кто сегодня украл, завтра пойдет грабить. Тот, кто сегодня грабил, завтра может убить человека. Это очень серьезно. Поэтому к таким людям милосердия нельзя проявлять поторы. Ну, опять-таки, во всех случаях есть определенная мудрость. Правда? Чтобы вы понимали. В чем состоит особенность еврейского понятия милосердия? В иудаизме помощь нуждающаяся, акт милосердия, называется цдакам. 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 Буквально переводится праведность, справедливость. Праведный человек кто? Цадик, да? Да. Цдакам. Праведность, справедливость. Еврей должен давать деньги бедняку не из жалости, а для восстановления высшей божественной справедливости. То есть, дающий цдаку поступает справедливо, не дающий – несправедливо. Еще раз повторяю, эта мысль – это очень важно. Цдака не есть ваше личное. Как говорится, хочу – делаю, хочу – не делаю. Понравился вам человек, вы ему дали. Не понравился – вы ему не дали, да? Ну, я, честно говоря, я проявляю мудрость. Я не иду и всем, как говорится, раздаю нищим подряд все, что у меня в кармане, да? Ну, такое правило. Имейте всегда пару рублей лишних или хотя бы рубль. Если человек подходит и просит у вас, вы просто обязаны ему дать. Понимаете сами? Или вот в случае мы едем с женой в маршрутке, ну, заходит парень, начинает на гитаре играть. Молодой парень, я не знаю, может, он там на наркотики собирал, может, на что-то другое. Не наше дело думать. Потому что некоторые семьи начинают мудрствовать, а если он на пьянку собирает? Ну, просто дайте ему немного денег, правда? Да, это уже его ответственность. Но если действительно, я говорю, да, вот человек поет, все-таки, видите, даже не побирается, а он каким-то способом зарабатывает на деньги, значит, нужно человеку. Если уже человек, понимаете, дошел до такого состояния, что он вынужден это делать, то это уже действительно нужно каким-то образом этого человека помочь. Ну, конечно, подряд всем я не могу всех снабдить, вы сами понимаете, да? Вот, есть такие наглые, которые буквально приходят и начинают кричать, требовать. Да, а то я тебя прокляну. Но в базаре к вам такие цыганки не приставали еще? Вот. Она говорит, значит, это самое, отдай деньги. А то девочке, девочке какое-то, отдай деньги, там 50 рублей. А то я тебя прокляну, девочка там побежала домой, принесла, вынесла ей деньги. И боялась проклятия. В таких случаях не бойтесь проклятия. Понимаете, если человек так делает, это не нищий, который у тебя просит. Да? Это уже нахлость, извините. Вот. И такое проклятие, оно не будет действительно. Просто сказать, это проклятие не будет действительно в моей жизни. Но если человек нуждается, и вы ему не даете, то вы сами себя подводите под проклятие, да? В особенности, если человек обращается к вам. Чтобы вы поняли. Когда, ну вот я не люблю таких вещей. Церковь для молодежи, например. Ну, есть молодежные группы, но молодежь, в конце концов, вырастет когда-нибудь, да? Или церковь для бизнесменов. Церковь, где одни бизнесмены. Это не Божье царство. Бог так не предусмотрел. Когда ты войдешь в землю обещанную, перед тобой всегда будут бедные люди. Бог создал богатого и бедного. Если церковь только для бизнесменов, кому они будут сдавать? Сдаку и оказывать милость. Правда? Если это церковь только для молодежи и молодежной культуры, то это тоже, извините, это временно. Может быть, какие-то группы, да? И то я считаю, что такие вещи, как рок, и так далее, они где-то уже находятся на грани Божьего и небожьего. Ну, не знаю, есть ли христианский рок? Нет, не мне судить. Это показывает плоды. Но почему-то многие христианские рок-музыканты, они становятся потом отказываются от Ишуа. Причем такие вещи есть и бывают. Вы слышали о таких случаях? Да. То есть, я еще раз говорю, не может быть церковь для одних бизнесменов. Это не церковь. Вот, как сказал один еврейский мудрец, я думаю, что он еврей был, Козьма Прутков, потому что он такие вещи высказывал, очень еврейские. Да, говорит, полнота специалиста, а специалист подобен флюсу. Его полнота односторонняя. Моя тоже полнота односторонняя. Она все в иудаизме, да? Я потом там ухожу с работы, говорю, голова болит, затылки, небе, да. Голове опилки, да, да, да. И свистелки, и сопилки, там удилки, и удилки, да, да, да. Знаете, как у Винни-Пуха. Хорошо. Итак, не может быть церковь только из богатых. Бог предусмотрел богатых и бедных, да. И богатым дает богатство для чего? Для чтобы они оказывали милость бедным. И это, вы знаете, более выгодно богатому оказать милость бедному, чем бедному получить эту дзаку. Так, по крайней мере, учит иудаизм, да. И блажение давать, да, чем получать. Блажение, значит, лучше, счастливее. Итак, первое. Чиеврей должен сдавать деньги бедняку не из жалости, а для восстановления высшей божественной справедливости. То есть, сдающий сдаку поступает справедливо. Не дающий – не справедливо. Второе. Сдака является не добровольным делом, а обязанностью заповедей. Что такое заповедь? Приказ. Приказ. Я думаю, что это у вас тоже на тесте будет. Да? Заповедь – это приказ. Это не наши добрые дела. Это не наши пожелания. Это не что-то, чем мы можем самоусовершенствоваться. Вот это обязательно. Это обязательно. Иудаизм считает, что сдаку также не следует давать в размере больше 10% от дохода. В крайнем случае, иудаизм разрешает дать пятую часть своего имущества. Но ты не можешь все свои деньги раздать бедным. Видите, иудаизм поступает мудро. Если ты все раздашь бедным, как это делали некоторые францисканцы, например, да, то ты сам перейдешь в категорию нищих. Вместо того, чтобы прежде всего нужно близнюю своим, своей семье заботиться, основа всего семья. Ячейка – государство. Тот, кто о близних не заботится, о своей семье, да, будет ли заботиться о Доме Божьем. Ишуа тоже говорил о родителях, о почтении к родителям. Помните, что нельзя давать даже Богу то, что предназначено для родителей, да? То есть это очень важно. Значит, не должно быть неразумным. Разрешается здака примерно в размере от 10%. Можете больше давать? Пожалуйста. Значит, чем отличается здака от добрых дел? Гмилут хасадим – это добрые дела. Что такое здака? Здака – это материальная помощь человеку, который нуждается в ней. А гмилут хасадим – это добрые дела. Там может быть тоже из здака, но это более широкое понятие. Ну, пример. Бабушка больная. И ей нужно лекарство, которое стоит 100 долларов. Если вы ей даете 100 долларов на лекарство, что это будет? Здака. Если вы идете в аптеку и покупаете это лекарство… Да. Гмилут хасадим. Да? Да. Если вы человеку дали одежду… Ну, понятно, рваную, грязную не надо давать, да? А то на это бы не выжишь и меня не хожи. Значит, нужно давать хорошее. То, что бы сам хасил. То есть, знаете, есть в некоторых компьютерах такие вот программы. Значит, такая вот заставка. Вы этой программой не пользуетесь больше полгода. Стереть ее, удалить или не удалить. Знаете? Вот так это. Вы должны регулярно… Вот сейчас моя жена тоже пересматривает все вещи. Вот начинается уже зимний сезон, да? Некоторые вещи я не влазю, потому что Бог меня постоянно расширяет, мои шатры. Вот. Некоторые вещи я, допустим, не ношу, потому что они мне не нравятся. И так далее. То есть, вы должны регулярно пересматривать. Но вы должны давать такие вещи, которые вы бы сами одели, да? А не те вещи, которые вы выбрасываете на свалку. Вы понимаете? И вы приносите это либо можете принести в общину, либо можете отдать какому-то человеку конкретно, да? Либо можете просто положить в какое-то определенное место. Опять-таки, не в мусорный бак, да? Ну, положить на скамеечку, я смотрю, там у нас есть несколько таких бомжей, они живут в подвале. И дворники там, они помогают дворникам. Ну, такие, ну, приличные бомжи. По крайней мере, кроме того, что люки все потаскали в округе, я от них вреда не видел. Ну, мне страшно ходить там по ночам, потому что люки открыты, а я их не вижу. Но больше я от них никакого вреда не вижу. Я смотрю, они уже некоторые в моих куртках ходят, в моих шапках ходят. Ну, и слава Богу, благословенно спать. Понимаете? То есть, я буду говорить о разных степенях добрый день. То это что? Задокат, да? А если я пошел к той же бабушке и постирал ей одежду, зашил, заштопал, отдал химчистку, это уже что? Дмилут Хасадим. То есть, что выше? Задока или гмилут Хасадим? И то, и то важно, да? Но гмилут Хасадим выше. Гмилут или гмилус, если потому что, помните, это конечно. Тожкина зачитается на с. Значит, это более важно, потому что так вы выделяете только свои средства, а так еще даете свое время, свою работу. То есть, как бы частицу самого себя. Если тебя просят о помощи, ты не должен ее откладывать. Если можешь, дать сразу. Нельзя говорить, приди и пойди опять, а я тебе потом дам. Если имеешь при себе. Мишлей 3.28. То же самое говорит и Новый Завет. Нельзя говорить, лейся и питайся, Бог тебе поможет, да, а я тебе потом, может быть, дам. Если можешь, давай сразу. Если тебе просят деньги на пропитание, такая есть традиция, ты должен давать. Но ты не должен давать с излишком. Представьте себе, просят у вас человек покушать. Вы можете ему дать 5 рублей. Да, он себе купит хлеба или что-то еще. А можете ему дать 50 рублей. Сколько вы ему должны дать? 5 или 50? Потому что на 50 рублей, скорее всего, он еще и водки себе купит. Правильно? То есть, это, кстати, тоже важно учитывать. Но если человек просит тебя одежду или что-то такое особенное, да, ты имеешь право расследовать это дело. Действительно ли он в этом нуждается? Нельзя ставить бедного в неудобное положение, дав ему пожертвование открыто. Нельзя сдавать сдаку с целью заслужить уважение обществе. Тайное пожертвование помогает достижении этих двух целей. То есть, мы еще раз говорим, что то, что у нас сдается в церкви, это считается как что? Приношение, сдака, да? Вы даете десятину, но нельзя контролировать сдачу десятины. Потому что вы... Вот, например, у нас в Писедесятнической церкви делается так. Если человек сдает десятину, там просто, когда обносят вот такой мешочек, мешочек такой, чтобы не видно было, что ты туда ложишь, да? И дают конвертики. Если это десятина, ты ложишь их в конвертик. Если это твои приношения, ты ложишь их без конвертика. Не знаю, зачем это нужно, но так они делают. Пожалуйста, можно и так делать. В принципе. Либо, вот видите, как у нас в синагогах так всегда делается, да? Зашел человек, или выходит человек и положил. Никто не видит, сколько он положил, когда положил. Потому что в некоторых христианских церквях очень нехорошо поступает, когда несут открытое блюдо, и это заставляет человека оказываться в неудобном положении. А вдруг он не может. Кто-то положит пятьдесят копеек, кто-то положит пятьдесят долларов. Или там чеки, значит, начинают проверять, кто сколько положил, как вот в американских церквях. Это делается неправильно. Хорошо. Значит, каждый человек обязан сдавать сдаку в соответствии со своими возможностями. Не больший и не меньший. Мудрецы говорят, дающий сдаку пусть не расходует больше пятой части, чтобы не нуждаться самому ни в чем. Ктубот пятьдесят А. Ктубот – это часть Талмуда. Я еще раз говорю, Талмуд – это не есть закон для нас, да? Но неплохая вещь, когда мы будем консультироваться по некоторым вопросам. Еще один по тесту дает ответ. Ну, вот третий, я уже тринадцать или четырнадцать давал ответ. Если вы не допишите тест, теперь-то вы будете нехорошие люди. Хорошо. С другой стороны, когда человек отказывается от роскоши, чтобы иметь возможность помочь ближнему, это хорошо. Раздача сдаки в соответствии с возможностями дающего считается великим делом. Даже если жертвована сумма меньше тех, которые дали другие, более богатые люди. И что подтвердило? Помните Лептов Давы, да? Маленькая монетка, полхопейки там. И она действительно настолько же была ценна, насколько дар богатых людей. Минимальной частью имущества, выделяемой на добрые дела, считалось 3% от имения. Была также традиция откладывания двухдневного жалования ежемесячно. То есть, два дня – это сколько? 15-я часть, да? Два дня – 15-я часть. Двудневное жалование ежемесячно. Есть всегда коробочка для сдаки, помните? У кого эта коробочка есть? У меня дома стоит, да? Вы себе заведите любую коробочку, какую хотите, да? Чтобы там была узенькая щелочка, и чтобы деньги было трудно вынуть. Не так, чтобы легко. Не так, чтобы только легко. Если очень легко, вы будете часто залазить и вынимать. Да, это коробочки. Хорошо. Кому нужно давать сдаку? Даку дают тем, кто нуждается. Беднякам, а также духовным академиям, ешивам, школам, где изучают Тору, синагогам. Похвальное дело – помочь совершить бракосочетания, бритмилу и другие заповеди. Деньги, предназначенные для сдаку, также можно использовать для покупки священных книг, на обучение детей Торы и на подарки родителям. Кому нужно оказывать в первую очередь сдаку? В первую очередь сначала родителям, потом родственникам, потом знакомым, потом землякам, а потом уже всем остальным. Потому что ближний твой, да? Ближний твой. Вы можете поступать так, как хотите. Но есть такая еврейская традиция. Вначале дают родителям. Потому что есть такие, что раздают всем бедным, а родители забывают. Если ты не дал родителям, ну, к сожалению, бывают иногда такие вещи, когда приходится детям давать. Ну, взрослым, я имею в виду, детям. Тоже бывают случаи такие. Но лучше, когда дети дают родителям, вы сами понимаете, да? Мы вкладываем, потом мы получаем. Вкладываем детей, потом мы получаем от детей. Но не ждите, что дети вам много дадут. Хорошо.